В таком составе совещание Вениамин Кондратьев проводит впервые. В Большом зале администрации вице-губернаторы, а еще главы абсолютно всех крупных районов, городов и даже маленьких сельских поселений. Полтысячи руководителей собрались, чтобы подвести итоги года уходящего и услышать установки на год предстоящий. Свои приоритеты губернатор не раз уже обозначал. На 2016-е они остаются прежними. Развитие села, поддержка аграриев, исполнение социальных обязательств, соблюдение градостроительных норм. Все это возможно, если особое внимание уделить борьбе с коррупцией. Реальная сегодня угроза всему, что мы можем с вами запланировать. Коррупционный червяк сожрет все. Притом, поверьте, он всеядный. Ему все равно, где зарабатывать. На детском питании в школах или на строительстве дорог или иных мегапроектах краевого уровня. Я еще раз подчеркиваю, коррупционный червяк, он всеядный. Поэтому он просто должен быть уничтожен. После губернатора эстафету перенимают его заместители. Чтобы не упустить ни слова, главы не стесняются конспектировать. С будущего года в их круг полномочий войдет проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, разъясняет правило Андрея Алексеенко. Полномочия по принятию решений, по определению домов капитального ремонта, по определению подрядных организаций, по контролю качества выполнения работы. Это все ваши полномочия. Вы принимаете решения и составляете краткосрочный план. Вы у себя в муниципальных образованиях комиссиями принимаете решения о выборе подрядных организаций. И вы же принимаете решения об организациях, которые будут контролировать качество. Это теперь исключительно ваш рычаг. От капитального ремонта переходит к крупным долгам за газ перед поставщиками. Сегодня эта сумма превышает 5 миллиардов рублей. Больше всего задолжали Сочи и Славинский район. При этом за тепло жители в основном платят исправно. Вот только деньги до поставщика доходят не всегда. Свои обязательства нередко нарушают теплоснабжающие организации. Отсюда и долг только в Славинском районе больше, чем в 100 миллионов рублей. Сегодня мы готовы забрать тепловые сети назад, чтобы самим заниматься поставкой тепловой энергии. Но существует там ряд проблем. Судятся они с нами, не отдают, не уступают. Как отдали, так и заберите. И играть, коллеги, с этим хватит на самом деле. Не надо поладить посредников между поставщиками и конкретным потребителем. Физическим лицом или юридическим лицом. Мы сами эти прокладки понаделали. И кто от этого выигрывает? Никто. Потому что население точно не выигрывает. Теперь еще их обвиняют в том, что они не платят. Они, кстати, платят. Бюджет на следующий год принят без дефицита. Многие статьи расходов подверглись оптимизации. Вениамин Кондратьев неоднократно призывал задействовать все резервы по привлечению доходов. На совещании свои предложения озвучивает Анна Менькова. Миллиарды рублей в год – это оплата за лечение кубанцев, которые официально считаются безработными. Вице-губернатор выступил с инициативой рассмотреть на законодательном уровне ужесточение ответственности для тех, кто работает в тени. Из 5 миллионов 276 тысяч человек, застрахованных по линии ОМС, 63% или 3 миллиона 305 тысяч человек – это неработающие люди. Конечно, сюда входят социальные группы – это дети, инвалиды, пенсионеры, студенты. Вместе с тем, 620 тысяч человек – это неработающие граждане трудоспособного возраста. И только 11 тысяч из них стоят на учете. Остальные 608 – это в основном те люди, которые наверняка работают, но официально зарплату не получают и, соответственно, не платят налоги. И платить за них сегодня приходится краевому бюджету, поскольку лечить, как вы знаете, мы всех обязаны бесплатно. И речь ни много ни мало идет о 4 миллиардах рублей в год. Инициативы и предложения сегодня нужны от каждого главы, акцентирует Кондратьев. Год предстоит непростой. И чтобы пережить его с минимальными потерями, армия чиновников должна превратиться в команду управленцев. Такой мощный регион, как Краснодарский край, может зарабатывать. Он должен зарабатывать. Это единственный путь развития нашего края. Единственный путь реализации всех наших обязательств. Обязательств перед населением. Просто надеяться на бюджет, на налоги в рамках сегодняшней экономики. Это не то, что недальновидно, это глупо. Вы сегодня без меня понимаете состояние экономики. И российской в том числе. То есть, если мы будем ждать налоги с протянутой рукой, то, не дай бог, им может быть меньше, меньше и меньше. А социальных обязательств у нас все больше, больше и больше. После совещания каждый глава поспешил домой реализовывать намеченное. Новороссийский мэр поделился. Список его задач на следующий год занял аж 22 страницы. Прозвучали вопросы водоканала, вопросы энергетики. Это наши тоже вопросы. Даже если это вопросы за должность, если мы не звучали. Но у нас тоже есть такие аналогичные проблемы, над которыми мы будем работать. Необходимо такие совещания проводить на более низком уровне, в каком плане. Встречаться в том же, где-то на уровне района. Вопросов масса. Каждый из нас имеет свои какие-то болевые точки в поселениях или в районах. Поэтому надо выезжать туда вниз. И это, думаю, так и будет сделано. Очень важно, чтобы в этом динамичное время мы эффективно и быстро решали вопросы совместно с органами власти субъекта. Это важно, поскольку, как правило, мы подходим в тупики там, где нашего ресурса уже не хватает. Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубмать-24, Краснодар.